Разные книги по экономике и психологии говорят, что ценность — это равно бенефит и минус косты. То есть ресурсы, которые человек планирует получить в будущем, минус косты, которые человек заплатил, чтобы эти ресурсы получить. Я не верю в эту формулу. Привет, я Юра Агеев, и это 310-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Иван Замесин. Мы поговорим о вызовах, с которыми сталкиваются продукты при создании новых продуктов, и откуда эти вызовы берутся. Обсудим текущее состояние Jobs to be Done и его развитие с учетом знаний о предсказательных механиках мозга, эмоциях и неосознаваемых потребностях. Поговорим о графе работ, описывающем очевидные и не очень связи между работами и позволяющим увидеть систему за потребностями и желаниями клиентов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Ваня, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Ваня. Раньше я идентифицировал себя с продуктом, предпринимателем. И предпринимательство было важной частью моей жизни. Год назад я понял, что у меня есть очень важная, ценная штука. Это мой тренинг по продукту и методология, основанная на Jobs to be Done. Я расслабил идентичность предпринимателя и согласился с идентичностью тренера и теоретика. Но остаюсь продуктом, люблю эту дрянь. Слушай, а так-то если подумать, вот я читаю твои посты про то, как ты прорабатываешь методологию в своем курсе на основе Jobs to be Done, если я правильно там это все считываю, то это же есть продуктовая работа в каком-то смысле, просто она идет над фреймворком. Слушай, мне кажется, что это научная работа. Как создается знание? У тебя есть проблема, ты видишь, что что-то, твои текущие объяснительные модели не объясняют что-то в мире. Ты выдвигаешь теории, фальсифицируешь их и выживает самоприспособленно. И также я развиваю методологию последние пять лет. Я видел проблему, что люди принимают решения, люди покупают. Нет полного ответа на вопрос, почему? Почему какие-то продукты успешны, какие-то продукты менее успешны? Почему какие-то продуктовые внедрения успешны, менее успешны? И я долго выдвигал разные теории до тех пор, пока не пришел к текущему набору тезисов, которые выжили. То есть для этого, кажется, научный подход. Слушай, я на днях, я еще, к сожалению, не дочитал, мне очень интересно, чем там все закончится. Начал читать книгу «Структура научных революций» Томаса Куна в «Видении». Он описывал задачу книги как раз проследить то, как сменяется научное знание одно за другим и парадигма за парадигмой. Идея такая, что когда действительно у людей появляется общее представление о том, как что-то работает, они все дружно в это верят, а когда появляется новое представление, там большой вопрос, когда все дружно начнут верить в него и начнут ли вообще. Вот, и там очень много психологических вопросов. А почему ты вообще начал делать что-то свое на основе уже существующего «Джобстопеда» или как ты его встраивал в свои работы? Ну, мне всегда было интересно иметь для себя, в первую очередь, ответ на вопрос, как делать продукты, потому что создание продуктов — это моя какая-то, не знаю, страсть, хобби, пэшн. Не знаю, как точно объяснить, но, короче, я люблю это. А для того, чтобы свои денежки кровно накопленные не сливать на всякую страну, как я это делал много-много раз, хочется иметь чуть лучше алгоритм, чуть лучше логику, чуть лучше понимать всю эту систему. Ну, я всегда это изучал, и всегда изучал, и всегда этим делился. Но в 2019 году я понял, что моя картина крайне неполна. Это случилось, когда я гулял по другому центру, просто смотрел на магазины Starbucks, Apple, Nike, кинотеатр, Luxury Goods, там, не знаю, Chanel, Zara и так далее, и так далее. И я не понимал, почему люди их покупают. У меня не было ответа на вопрос. То есть моя старая картина была суперфункциональная, что нужно починить проблему людей. А если есть сегмент, у которого есть проблемы с текущим решением, ты приходишь к этому сегменту и говоришь, а теперь мы выполняем твою задачу, твою джобу без проблем. Но все оказалось сильно-сильно-сильно сложнее. Точнее, я понял, что у меня нет ответа на вопрос, и у меня случился кризис, плюс у меня было еще в параллель несколько исследований, когда мы клиентам помогали со стратегией, и там работали очень странные штуки, очень странные. То есть люди покупали без проблем, люди покупали надежду, мечту, какую-то реализацию, идентичность, принадлежность. И я понял, что моя картина просто не работает, не нужно искать новую. Ты не понимал, почему они покупают какие-то неосезаемые штуки или что? Очень понятная, неосезаемая штука, сумочка за тысячу долларов. Почему девушка ее покупает? Почему мужик покупает себе новый айфон? Хотя, блин, со старым все классно, а он стоит полторы тысячи долларов еще надо на максимальную емкость, чтобы еще, не знаю, какой-нибудь очень дорогой чехольчик. Но я стал изучать Улсен, Джобстабидан, и я очень хорошо помню, что я читаю книги по Джобстабидан, и я чувствую там огромную мощь, просто невероятный потенциал. При этом все книги, которые тогда читал, на тот момент был 19-20-й годы, ни одна из них этот потенциал не раскрывала. Там были одни и те же примеры милкшейка, которые конкурируют с завтраком. Дрели, дырки. Да-да-да. Там был набор тезисов. Я тогда почувствовал, что это 2-3% от всего Джобстабидана. Это первая проблема. Вторая проблема, что оно было непрактичным, неприменимым. Непонятно, что делать с моим продуктом на основе этого знания. Непонятно, как мои задачи решать. Вот я хочу новый продукт запустить, что делать. Или я проиграю конкуренцию, что делать. Мне средний чек нужно выразить, что делать. Конверсию, что делать. И из-за того, что я видел огромный потенциал, и не было применимости, я решил только, ну, буду изобретать с нуля. Лучше, потому что никто лучше не предлагал. Я взял основу Джобстабидана, прям самые-самые базовые штуки, работа. Человек переходит в состояние в А, в состояние в Б, он как себя чувствует в процессе, и он на эту работу нанимает какое-то решение. Все, вот этот самый базис я взял, а все остальное я пять лет выводил самостоятельно. Ну, и фастфорвард, кажется, у меня получилось. Вот у меня вчера было празднование с коучем-психотерапевтом. Мы договорились, что мне нужно отпраздновать. Отпраздновать, что я добежал до такого состояния методологии, что я смотрю на это, такой, вот оно. Вот, я к тебе шел все эти годы. Вот ты более-менее уже понятная, законченная форма. И вот в январе, когда у меня был 44-й поток, я очень много пересобрал в тренинге и даже дошел, как сейчас, мне кажется, в той форме, которую видел пять лет назад. А как это вообще? Ну, смотри, ты говоришь, ты почувствовал тогда, что есть потенциал. Ну, то есть на уровне ощущений, получается, что-то такое. Да, это было ощущение, что передо мной какая-то огромная, очень мощная штука, но про которую никто, блин, не рассказывает. Не объясняет эту мощь. Откуда пришло это ощущение? Тоже на уровне эмоций, что вот сейчас это, типа, хорошо. Давайте вот с этим работать. Мы сейчас поговорим, про что это, но вы интересные ощущения. У меня не осталось больших вопросов, которые меня зудели все эти пять лет. Ага. Когда я начал работать Jobs to be done, это, знаешь, это как, здесь, как-нибудь, высшая математика. Мне, типа, намекнули, что, блин, чувак, там такая красота, там такая сложность, там такие задачки можешь решать. Но непонятно, как, какие, и непонятен алгоритм. Вот это ощущение, которое со мной сопровождало, это ощущение прям такой, знаешь, фрустрации фоновой, раздражения и зуда. Не знаю, что-то чешется. Хочется, короче, это такое ан-из. Это психологическое, такое нервное неспокойствие. И у меня это неспокойствие было про очень большое количество вопросов. Например, а как создаются кардинально новые продукты? А почему люди покупают что-то кривое, странное, страшное, но статусное? А почему люди остаются суперлояльны к какому-то продукту? А как так получается, что люди отказываются от своих машин, пересаживаются на такси и кардшеринг? А как в B2B все то же самое или по-другому? А как выходить с конкуренцией? То есть у меня было огромное количество вопросов, на которые не было ответа. И все эти годы я постепенно, раз за разом, я просто консалтчу еще, и у меня в год проходило где-то в среднем, наверное, клиентов 20 с разными задачками. Какой-нибудь очень простой прикладной до помощи стратегии. Очень часто там качественное и количественное Jobs to be done research был важным или ключевым инструментом. И на всех этих исследованиях, на всех этих задачках я тестировал разные теории. Типа, а если вот так? А если вот так? А если вот так? Вот я помню, мы делали исследование для NX+, три года назад. Там была задача вырастить конверсию из бесплатного материала в платного платящего. Это было очень сложное исследование, в котором я понял, что программа лояльности не решает отдельную какую-то джобу. Это экстра ценность к тем решениям, к которым эта программа лояльности привязана, к тем джобам, на которые эти решения нанимаются. И вот каждый раз, когда такая новая задачка пролетала, я там чуть-чуть новое тестировал, что-то новое понимал. Вот за пять лет, за 80 клиентов, за где-то 50 уже больших стратегических задачек у меня это сформировалось. И вот этот зуд, он постепенно постепенно становился все легче, уже все меньше бесило. И вот последний большой вопрос, что такое спящая работа. И что ты работы выстраиваешь в граф, работы появляются, исчезают, у тебя связи многие ко многим. Одна работа ко многим работам, одно решение ко многим работам, одно решение к разным сегментам. Вот как только графовость появляется, все, как бы вся эта картинка, она так перестроила, знаешь, как трансформер, и превратилась в красивую оптимусу прайма. Ну давай, вот прежде чем дойдем до графа и того, какую роль он играет, ну вот вообще из чего состоит, ну получается, твоя концепция, на чем она основывается. Ну там где-то под 30 базовых тезисов. Все начинается с глубинных потребностей. Типа вообще, почему человек что-то делает? Потому что принятие решения о покупке – это подможество любых действий человека. Следовательно, нужно понимать причины действий человека, логику, систему, которая определяет действия человека. В корне всего, в корне абсолютно всех действий является удовлетворение глубинных потребностей на разном уровне развития человека, на разном уровне удовлетворения разных потребностей у человека, разные потребности активны. Ну условно там очень состоятельного человека, потребность безопасности давно закрыта. Здесь там потребность в контакте, в глубинном эмоциональном контакте, в слабых, сильных связях тоже закрыта. И вот у него, не знаю, самореализация, творчество, альтруизм – очень поздние потребности. А у безработного человека, у него потребность безопасности не закрыта. У него, может быть, даже самые базовые потребности — вода, еда, укрытие, отдых не закрыты. Потребности первичны. Для нас, людей, создавающих продукты, потребность — довольно сложная штука, с которой работают, потому что люди их очень часто в большинстве своими не осознают. И нужны годы терапии для того, чтобы знать и осознавать, и замечать, и оценивать свои потребности. Я плохо замечаю свои потребности, хотя у меня как бы уже... — Ты имеешь что-то прям такие вот важные, типа, безопасности, там, чего-то такого? — Да-да-да. Ну, вот, например, у меня бухгалтер пересчитал, что нам нужно на 3 миллиона налогов заплатить больше в прошлом году. И я только спустя неделю по перееданию заметил, что мне небезопасно как-то стало. То есть это не очень простая штука для замечания. Но, когда я ресерчил, я вообще как бы поставил себе задачу понять, на что опирается джобстабидан, из чего он вытекает. И когда я ресерчил, я узнал, что мозг человека формулирует цели для того, чтобы потребности удовлетворять. А эти цели формируются на основании конкретного прошлого опыта, доступных ресурсов, знания, которые в голове человека есть, и текущего контекста. И вот, например, потребность в статусе у какого-нибудь корпоративного сотрудника, это продемонстрировать результаты лучше, чем у коллеги. Если это руководители, то показать результативность отдела больше, чем у конкурирующего отдела, больше, чем у конкурирующего руководителя. То есть у тебя потребность в статусе. Там, на самом деле, много потребностей. Одна и та же самая потребность у разных людей может проявляться по-разному. У кого-то статус это, не знаю, продемонстрирует, что у тебя какой-то уникальный скин для ножичка в CSGO, которого нет. И вот это для тебя и статус. И это для тебя демонстрация того, что ты какой-то уникальный задрот. Потребности первичные. Мозг формулирует цели для того, чтобы тебе потребность удовлетворять. Цель является ничем иным, как работами фреймворка Jobs to be done. И, собственно, почему Jobs to be done нифигня? Почему это невыдуманная штука, которую придумали продактам маркетологи, чтобы себе побольше зарплату обосновать? Потому что это просто оцифровка, визуализация, веществление целей, которые мозг формулирует. Следующий тезис это то, что как только мы понимаем, что это цели, у нас появляется динамика целей и то, как эти цели выполняются. И что в рамках одного человека, в рамках его потребностей? В рамках одного человека, на самом деле, в рамках одного сегмента, где сегментируем по работе или по кусочку графа работ, там, ну, как бы все то же самое, только ты делаешь усреднение графа какого-то количества людей. Ну, сейчас для упрощения возьмем одного человека. Дальше у тебя есть цели, эти цели нужно как-то выполнять. И вот оказывается, что когда человек выбирает, с помощью какого решения он эту цель достигнет, у него для конкретно выбранного решения определяется уникальный граф работ ниже уровнем, который человек не может не выполнить для того, чтобы эта верхнеуровневая цель, то есть джаба в фреймворке Jobs to be done, выполнилась. Например, мы сейчас с тобой пишем подкаст. Решением для этой джабы это я сам со своим оборудованием записываю с тобой подкаст. Да. От того, что я выбрал именно самого себя решением, у меня появились работы ниже уровня. Найти наушники AirPods, вставить их уши, найти диктофон, микрофон, все это подключить, проверить запись. Я не могу не выполнить эти работы для того, чтобы с уровнем джаба выполнилась. Если бы я на эту работу нанял, не знаю, оператора, и он бы все это делал, то у меня для той же самой верхней джабы были абсолютно другие работы ниже уровня. Это найти оператора, забрифовать ему, отдать деньги, прийти в студию. И акт выбора решения на работу ниже уровня, определяя граф работ ниже уровня, на самом деле определяет у тебя весь граф. Потому что ты для каждой работы ниже уровнем тоже принимаешь, каким решением ты эту работу выполняешь. И у тебя такая идет цепочка решений, которые полностью формируют у тебя граф. То есть решения, которые люди нанимают на эти работы, они формируют граф. Ну и каждое последующее решение, оно создает новое ответвление внизу, из которого тоже может пойти. Yes. А ценность нашего продукта, она тоже напрямую вытекает из графа, точнее из преобразования графа относительно старой версии нашего продукта, относительно графов конкурирующих продуктов. У одной работы ниже уровнем может быть связи с несколькими работами выше уровнем. И наоборот, одной работы выше уровнем может быть связи с несколькими работами ниже уровнем. Например, вот для работы выше уровнем записать подкаст, я выполняю пачку работы ниже уровнем. Найти наушники, подключить диктофон, проверить звук, включить запись. А работа, например, записать подкаст, я ее выполняю для того, чтобы выполнить несколько работ выше уровнем. Это поговорить, потому что я знаю, когда я говорю, я лучше структурирую мысли, у меня рождает что-то новое. Это поделиться классным инструментом, который может очень сильно помочь большому количеству специалистов. Это рассказать про особенность методологии, чтобы люди узнали и чтобы пришли на тренинг. Чтобы пришли на тренинг, там и финансы, и статус, и признание, и принадлежность, и безопасность, очень много всего. Еще мне нравится с тобой разговаривать, я хочу просто кайфануть от общения с прикольным человеком и так далее. С чем большим количеством работ выше уровня имеет связь конкретная работа, тем выше мотивация конкретную работу выполнять. И отсюда у тебя вытекает механика роста конверсии склеивать конкретную джобу, которую ты выполняешь с большим количеством работ выше уровня. И это делает маркетинг, например. Ты не просто... Через коммуникации, получается. Да. Ты не просто страховку покупаешь себе и своей семье. А вот мы тебе показываем, как ты в старости со своими детьми и внуками сидишь и все такие радостные, живые и здоровые. То есть ты продаешь какую-то надежду про то, что у тебя будет какая-то красивая, приятная семья в будущем. Ты продаешь... Ты все так же продаешь страховку. Просто ты линкуешь эту джобу с очень важной ускорневой джобой про какое-то, не знаю, про семейство, про здоровую, красивую семейство. Про образ будущего, да, какой-то. Хорошо. А еще ты не будешь париться про какие-то там проблемы, потому что все, вот на год оно все у тебя закрыто. А еще, если в случае твоей смерти выплатят семье, вот ты можешь быть спокойным, что твоя семья будет в безопасности. И так далее, и так далее, и так далее. Все это упражнение, весь этот как бы фитограф, вот эти все работы, вот эти все связи. Это не просто теоретическое упражнение, это на самом деле инструмент, зная который и зная особенности которого, ты можешь эффективнее решать твои бизнес-задачи. Вот мы как бы быстренько уже вывели маркетинг. Точнее, очень многое, что делает маркетинг, это вытекает из прямого того, что ты одну работу можешь с линковать с большим количеством работ в высшем уровне. Теперь ценность. Что такое ценность? Из книг Лизы Фолдман-Барретт я забрал, что мост действует как инвестор. Он управляет своими ресурсами, глюкозой, кислородом, жирами, инсулином, нейромедиаторами, канабиоидами, эпиоидами. Сейчас он инвестирует ресурсы, сейчас, чтобы в будущем получить больше таких же ресурсов. Я сейчас проснулся пораньше, позавтракал, потратил энергию на то, чтобы приготовить себе завтрак. Потратил деньги в прошлом, тоже энергию, чтобы купить продукты для завтрака. Купил кофе, почистил зубы, достал наушники, подключил диктофон. То есть я потратил какое-то количество ресурсов на то, чтобы подготовиться и записать подкаст с тобой. И сейчас трачу энергию на диалоги и так далее, напрягаюсь и так далее. Но в будущем, от того, что я сейчас инвестирую в энергию, мой мозг автоматически планирует получить значительно больше ресурсов. А ценность здесь вытекает, это когда у тебя появляется третья сторона, которая говорит, Ваня, то же самое, те же самые ресурсы, это выполнение тех же самых важных целей, но мы тебе дадим за меньшее количество костов. Например, не тебе нужно готовить завтрак, а тебе приедет доставка завтрака. А еще у тебя качество картинки и звука будет настолько выше, что люди, которые будут слушать, они с меньшей вероятностью отвалятся, потому что у них не будет раздражения, что звук херовый. Вот тебе микрофон подороже. И ценность здесь, это эффективнее для мозга выполнять важные джобы. Важные цели, цели джоба, это одно и то же. А теперь вопрос. Окей, у нас есть такой оптимизационный вектор. Мозг ведется на более эффективное, на дешевле и больше ресурсов при выполнении важной задачи. А как это, собственно, создавать? Чего нам, людям, создающим продукты, какие решения принимать? И здесь... Тут же еще вопрос. Насколько мозг вообще способен оценивать объективно? То есть насколько объективность вообще может существовать? Даже субъективная оценка, ну, короче, это индивидуально будет очень сильно, кажется, происходить. Слушай, это очень хороший вопрос. Разные книги по экономике и психологии говорят, что ценность это равно бенефит и минус косты. То есть ресурс, который человек планирует получить в будущем, минус косты, которые человек заплатил, чтобы эти ресурсы получить. Я не верю в эту формулу. Лучше формулы пока что я нигде не нашел. И я думаю, что в какой-то момент я дойду до того, чтобы делать исследование, прям полноценное научное исследование, чтобы вывести формулу. Я думаю, что она очень нелинейная. И примеры нелинейности это трипайеры типа хот-дог в Икеа, ржок в Макдональдсе и всякая халява. Почему мы ведемся на халяву? Потому что для мозга это супермало костов, очень-очень много бенефитов. И отсюда идет непропорциональное внимание к халяве. Там точно действует механизм. Есть исследование, что при покупке человек также разные отделы мозга, которые сначала, как по кост-оферу сначала, ты предвкушаешь удовольствие от владения чем-то. Когда тебе показывают цену, мозг оценивает через боль, сколько нужно потратить, чего нужно лишиться для того, чтобы это удовольствие получить. А потом у тебя активируется Medial Free Frontal Area, которое взвешивает будущее удовольствия, как-то сравнивая его с затратами. Но как оно, по какой формуле это делает, неизвестно пока что. Это интересно. Вот я просто, знаешь, еще могу вбросить тему про... То есть происходит какая-то оценка того, что предстоит сделать для того, чтобы это получить. Но ведь может быть того, что ты еще и ожидаешь, что это будет неприятно, но при этом тебе надо, ну как бы по каким-то причинам это сделать. И тогда вместо предвкушения и вот этого всего будет только сопротивление. Ну, короче, это минусовая будет история. У тебя потенциал работы будет отрицательный, короче, когда есть отрицательная мотивация. Не знаю, как лучше объяснить. Но ей есть слово «надо». А можешь привести пример просто? Когда тебе надо сдать экзамен, допустим, какой-то. Ты его не хочешь сдавать. Ты боишься его сдавать. Тебе надо готовиться. То есть надо проделать такую работу какую-то, да, чтобы сдать его. И ты понимаешь, что это формальность какая-то всего лишь на все. Потенциали на выходе тебя не отчислят. Ну, это вот такая отрицательная мотивация. От, сути, в того. Ну, и на работе какие-то такие проверки. У тебя есть высоковерневая джаба получить диплом. Допустим, возьмем какой-нибудь типичный студент. У него, это типичный студент, этот джаба связан с кучей работы выше уровня. Это чтобы, наконец-то, отвязались родители. Чтобы получить корочка. В России корочка очень важна. Чтобы потом, когда-то в будущем получить работу. Чтобы получить статус. Потому что такая красивая корочка, такого красивого универа, это статус. И тебе там куча работ выше уровня. Для того, чтобы эту работу выполнить, тебе нужно сдать экзамен. Одна из работ. Межурный, тебе нужно сдать экзамен. А дальше люди чувствуют очень много эмоций в процессе выполнения, достижения целей. Что такое эмоции вообще? Эмоции имеют две цели. Это тоже из книги Лизы Фалланд-Парт «Как рождаются эмоции». Она изучала, что такое эмоции и написала потрясающую книгу. Изучила, что такое эмоции. То есть это не анализ, это не журналистика, а это научная деятельность. И она рассказывает в своей книге, что эмоции имеют две задачи. Две функции. Первая – это сигнальная система для мозга же самого о том, что происходит сейчас относительно выполнения достижения или недостижения важных целей. И, например, эмоция страха – это сигнал мозгу же, во многом идущий от тела, что важная цель может быть невыполнена. Что джаба может быть невыполнена. А джаба-то все еще есть. Ты смотри, это негативная мотивация. Да. А вторая задача страха – дать тебе энергию, дать мозгу и телу энергию, что-то сделать, чтобы с этим страхом справиться. Дальше у разных людей с разной травматикой у кого-то страх парализует, а кому-то страх дает энергию. Мне, например, страх дает энергию. И в итоге у меня есть джаба – сдать экзамен. Страх говорит мне о том, что высок риск, что эту важную джабу не выполнить. Но у тебя мотивация – не страх. У тебя мотивация – воскурневая джаба – получить корочку, чтобы статус, родители, зарплата и так далее. Короче, да. Получается, что в моменте можно не осознавать, опять же, вот эти высокоуровневые какие-то джабы. То есть человек, как клиент в том числе, как исполнитель, он может не до конца осознавать это. Ну, оно все в мозге человека живет. Если задать набор вопросов, это все достается. Ну и, собственно, джаб-стабилан-тервью – это инструмент, который тебе всю эту структуру позволяет достать. Окей. Я ушел в эту тему, как ты говорил, про оптимизационные тенденции. Да. Вот, короче, у мозга есть вот этот оптимизационный вектор, что есть джобы. Пожалуйста, если вы мне предоставите способ эффективнее эти джобы выполнять, я на них с хорошей вероятностью переключусь, как минимум рассмотрю. Но ценность рождается продукт-менеджерами, продукт-менеджерами, дизайнерами, разработчиками, аналитиками, фаундерами, которые, собственно, предлагают тебе решение. И ценность здесь, возвращаясь к одному из первых тезисов, что у тебя акт выбора решения определяет граф работы ниже уровня, у тебя ценность это выполнить воскурневую джобу с каким-то другим графом работы ниже уровня. Как создавать ценность? Это, зная, что есть оптимизационный алгоритм, что мозг ведется на более эффективное, за меньшее количество косов получает больше беннетов в контексте выполнения важных работ. Это очень воскурневая логика, из которой непонятно, как решение принимать. Нам нужна логика уровнем ниже, из которой понятно, как принимать собственное продуктовое решение. И вот если спуститься на уровень ниже, на уровень преобразования графа, то отсюда вытекает около 17 механик создания конкретно ценности. Я сейчас всего вижу почти уже 40 механик на выход из прямой конкуренции, на расширение рынка, на создание каналов привлечения, на рост конверсии, рост возвращаемости, содержание, go-to-market, в том числе роста ценностей. И оно все про преобразование графа. Просто про разные бизнес-задачи, которые у нас возникают. И вот, например, у тебя задача растить ценность, и у тебя отсюда вытекает очень много кредных механик. А, да, еще до ценности еще важная штука есть, важный тезис, что мозг постоянно предсказывает и симулирует реальность. И как следствие он предсказывает и симулирует граф работ, косты и бенефты, которым получат это выполнение какой-то важной цели. Давай секундочку остановимся, все-таки хочется про граф работ чуть поговорить, все-таки еще раз его заземлить. Вот ты привел пример с подкастом. Мы к нему вернемся. Смотри, где записать подкаст, твой мозг такой, так, ну, нужно будет написать, созвониться Ване, обсудить тезисы. Там еще было, а вдруг он не согласится и так далее, и так далее, ну, то есть еще такие косты. Да, вдруг не согласится и так далее, и твой мозг это с какой-то точностью предсказал, и от этого ты как-то дальше действовал. То есть мозг предсказывает граф. То есть это набор работ, которые мне предстоит сделать и последствий, да, потенциальных и ценностей. Набор костов, которые ты примерно понимаешь, сколько придется заплатить, и бенефты, которые ты примерно ожидаешь от всех этих инвестиций. А дальше, когда ты, ну, нанимаешь какое-то решение, например, я сам пишу Ване, я сам пишу подкаст, у тебя от этого, от того, как эти решения в реальности сработают, у тебя всегда есть ошибки предсказания, как в плюс, так в минус. И у тебя от того, как эти решения сработают, ты либо переоценил, либо недооценил. Косты, бенефты, количество работ и так далее. Например, я предсказывал, что, ну, типа, я за пару минут стартану запись с тобой сегодня. Что, я подключу микрофон, подключу наушники, и все будет нормально. Я подключаю камеру, а камера не работает. Что за фигня? Подключаю другую камеру, другая камера не работает. И вот у меня потратилось на это 4 минуты возни, пока я не перепробовал и не подключил в итоге iPhone. То есть, я думал, что косты будут X, бенефиты от всего этого будут 20X, но оказалось, что подключение на самом деле полтора X, потому что решение macOS плюс веб-камера плюс другая камера сложало. И от того, что оно сложало, то, что я предсказал один граф, словно 4 работы ниже уровня, оказалось 7 работ ниже уровня. У меня была просадка по дофамину, раздражался, ты слышал, как я ругался. А это не что иное, кроме как сигнал мозга самому же себе, что моя предсказательная модель не точна, ее надо бы обновить. А решение, которое было нанято на мою работу, это гребанная веб-камера Logitech. Не такая уж хорошая веб-камера. И отсюда у тебя вытекает базовое качество. Что такое базовое качество? Это когда у человека есть воскорневая джаба записать подкаст, и он ждет, что эта джаба будет выполнена за X работ ниже уровнем, за Y костов, Z бенефитов. И если решение лажает, если оно с проблемами, например, что такое проблема? Почему проблема это проблема? Потому что человек запланировал определенные косты, определенные бенефиты, думал, что будет работа ниже уровнем 5, а оно оказалось, что работ 7, 8, 10, нужно больше повозиться. И проблема для мозга это сигнал о том, что моя предсказательная модель выполнения этой работы с этим решением ошиблась. В следующий раз выбираем другое решение так, чтобы наше предсказание вписалось в реальность. Реальность вписалась в наше предсказание. То есть, получается, у человека создалось ожидание, у человека, у тебя создалось ожидание, что получится все сделать вот так, не получилось, ожидания не совпали с реальностью. Теперь мы учимся делать так, чтобы совпадали. Да, смотри, тут важно не просто, что ожидания не совпали с реальностью, а что у нас есть базовые механизмы в мозге, которые корректируют наше поведение с учетом того, какая информация о реальности по факту пришла. Если по факту дороже, сложнее, мозг переобучает, почему устрафует себя дофамином, чтобы запомнить и переобучиться и в будущем выбирать другое решение, которое выполняет работу за ожидаемое количество костов. У тебя есть негативные эмоции, негативные эмоции сигнализируют о том, что у него более высокого уровня джаба записать подкаст вовремя не очень выполняется, и у тебя еще экстра косты, которые ты не планировал, а приходится платить, подключать там, где там крепление для айфона, подключать айфон, а вдруг он не сработает, и это все вызывает раздражение. Почему? Потому что экстра косты, которые не планировались, и у тебя расхождение реальности с ожиданием, запускает для мозга система, дает обратную связь так, чтобы в будущем это воскорневое джаба записать подкаст выполнилось лучше. А для компании Logitech это сигнал, что человек не купит следующую веб-камеру. Слушай, а если, пример продукта, давай, аренда квартиры, тогда наша задача, как людей, которые делают этот продукт, все-таки, получается, во-первых, понять, что человек хочет, в общих чертах, ну, как обычно, мы там провели, человек хочет быстро квартиру снять, парам-пам-пам, и прокоммуницировать ожидание, что, чувак, мы тебе обещаем как бы квартиру максимально быстро найти, но, скорее всего, быстро ты ее не найдешь. Ну, в каком-то плане. Пример, там, поиск квартиры в Москве, он обычный примерно такой. Ну, ты, если хочешь найти норм квартиру в норм районе, ну, сорян, быстро ты ее, только если очень сильно повезет. Но при этом мне обещают найти квартиру очень быстро. В первый раз я, может быть, в это верю, все остальные разы я уже в это не верю. Я скорректировал свои ожидания, как создатели продукта. Ну, понятно, я привел продукт, который уже создан, ну, то есть, просто для упрощения. Смотри, есть действительно механика создания ценности, это корректировать ожидания. Когда человек думает, что снять квартиру это пару недель, он к тебе приходит и говорит, смотри, на самом деле это довольно сложно. Вот смотри почему. Почему это механика создания ценности? Потому что иначе, если бы ты не сказал это, а человек на своем опыте получил, тогда твой продукт стал бы менее ценным. Но тут бывают ловушки, например, вот с этой ловушкой сейчас столкнулись ребята из AdTech. Монетология, Skillbox, Практикум, которые обещают тебе дать профессию. Ты покупаешь 9-месячный курс на, например, фронт-энд разработчика или Data Science, например. Все рекламы тебе обещают зарплату 200 тысяч, обещают тебе работу, все коммуницируют на своей коммуникации, что мы гарантируем трудоустройство. По факту, человек нанимает на работу эти курсы для того, чтобы получить профессию, по факту, он понимает, что этот курс даст ему базу, не даст работу, он даст ему базу, и нужно будет еще потом годик поучиться, и потом ему как-то самому нужно будет искать работу. Он должен быть очень осознанным, чтобы это понимать. Многие понимают. У меня как бы есть ресерч, многие понимают. они как бы в процессе получают новую информацию, начинают смотреть интервью, запись интервью, общаются с тьютерами, и вот это сами понимают. И дальше у тебя есть молох, который дает тебе очень мало свободы действий, потому что все конкуренты это делают. Если ты какой-нибудь Яндекс.Практиком и говоришь, смотри, на самом деле мы тебе не дадим профессию, ты за год, ну как бы, это сложная штука, тебе нужно учиться два года. Если Яндекс.Практик говорит, ну, это ты получишь базу, а потом тебе нужно будет еще учиться, то у тебя клиент с большей вероятностью пойдет в скиллбокс антологию, которая продает тебе профессию. Ну, такое встречается. И это как бы отдельная задачка со звездочкой, как где тебе какие ожидания менять, так, чтобы ты честнее, этичнее коммуницировал и не проигрывал в конкуренции. Так что такое ценность? Вот у нас есть граф работ ниже уровня. Ценность это базово выполнить ту же самую джобу за меньшее количество костов, дать тебе больше бенефт от выполнения этой или еще какого-то количества набора работ. И это набор преобразований графа. Дальше ценность у тебя вытекает из графа работ сегментов, которые нанимают конкурирующие решения, если ты создаешь продукт с нуля и выбираешь за какую джобу, за какой кусочек графа, какую ценность конкурировать. Или если у тебя уже есть клиенты, то тогда ты можешь сказать я создаю ценность для тех клиентов, которые уже меня покупают, так, чтобы, например, растить возвращаемость, так, чтобы растить средний чек. И дальше у тебя комбинация. Ты можешь пробовать с твоими текущими клиентами или можешь одновременно добавлять, привлекать новых клиентов вне рынка, для которых твой продукт сейчас не суперценен. Там в зависимости стадии развития, бизнес-целей, ресурсов, зоны ответственности и так далее. Например, мы создаем продукт с нуля. Например, мы хотим задезраптить. Давай, какую мы индустрию будем задезраптить? Давай визу попробуем задезраптить. Визу, какие визы? Шенген. Шенген. Хорошо. Допустим, визу шенген. Тебе для того, чтобы понять, как конкурировать, вообще, какой продукт делать, тебе нужно сначала знать работу людей. Потому что работа первична. Еще очень важный тезис, работа первична. Все остальное, внимание клиента к продукту, покупка, изучение, использование, возвращаемость, невозвращаемость, все производное того, за какую работу ты конкурируешь, каким решением, например. То есть ценность третична к решению, а решение вторична к работе. Для того, чтобы тебе твои ресурсы, допустим, ты стартапер, у тебя есть 5 миллионов рублей. Для того, чтобы твои ресурсы максимально эффективным образом вложить, ты не можешь не узнать работы. Для этого тебе нужно сделать качественный ресерч. Как делать job-staminer research? И это мой хлеб и масло, потому что я этих ресерчей сделал очень-очень много и сделал огромное количество ошибок. Вообще интересно, что вся эта методология, она, в самом деле, очень простая, очень простая. Когда я загрузил ее в голову, она очень удобная и очень простая, как домашние тапочки. Подход к ресерче следующий. на то, что мы хотим конкурировать или выполняет гипотезу воскурневой работы, за которой мы предполагаем конкурировать. Здесь очень важно выбрать максимально воскурневую, максимально широкую гипотезу работы. Ни в коем случае не генерировать узкую, например. Узкая гипотеза это жители Сербии, которые хотят получить быстро в течение недели визу в Испанию. Максимально широкая это русский человек или там житель СНГ, который хочет получить шенген. Критерий рекордореспондента он заплатил деньги для того, чтобы это получить. Ну, типа, люди, которые, не знаю, обратились в какие-то агентства и прочие штуки, уже попробовали это, ну, что-то... Все возможные альтернативные решения. Все возможные альтернативные решения. Заплатили помогатору, заплатили в агентство, дали кому-то взятку. Все возможные решения. И дальше, когда ты проводишь JobStabed Done интервью, JobStabed Done интервью строится от изучения действия человека. Действие человека это самый сильный сигнал, точнее, это однозначный сигнал, что за этим есть какая-то цель. Ничего, что не приближает цели. Цели могут быть странными и рациональными, но они есть. Да, тут нужно сразу поговорить про ограничение инструмента, потому что есть слабо осознаваемые цели. Там, пойти в бар и напиться. Ты можешь человек, конечно, спросить, зачем ты это сделал, но правды ты почти никогда не услышишь. Елена, например, почему ты женился? Почему ты решил пойти на статусную работу? Почему ты решил пойти на эту работу, которую человек считает статусной? Есть очень много целей, которые недоступны сознанию человека. А если ты спрашиваешь человека что-то про то, к чему у него нет доступа к сознаниям, он тебе будет очень убедительно врать, потому что у мозга есть еще потребность в согласованности, в интимном балансе. И если человек делает что-то непонятное для себя, то у него включается внутренний наратор, который придумывает убедительную ложь. И это как раз территория профессиональных исследователей, которые знают, например, как изучать алкоголь, или которые знают, как изучать большие покупки, типа покупка дома. Потому что есть там что-то, что человек осознает, есть много, или там то же самое покупка образования. Многое того, что студенты осознают, а многое, что студенты не осознают. И профессиональные исследователи как раз хороши в том, чтобы границу эту знать и понимать, как изучать то, что человек осознает, как копать, что человек не осознает. Возвращаемся. Находим людей, которые заплатили за любое решение, и узнаем, как на самом деле звучат их работы. И здесь очень важный момент, потому что мы по факту узнаем, у каких людей какие джобы. И тут у нас вылезает множественный сегмент. Я думаю, что здесь сегментов будет 7-8. Когда у меня родственник живет в Европе, когда у меня ограниченный бюджет, мы хотим просто куда-то просто съездить, посмотреть, мы готовы ждать, а не готовы переплачивать. Когда нам нужно срочно куда-то на какую-то встречу, конференцию съездить, когда у меня в прошлом были баны, когда... Ну и так далее. У тебя там много разных контекстов, скорневых задач, и в итоге у тебя есть набор какой-то сегментов, которые ты изначально не знал или думал, что есть, но не знал, как они звучат, ты сегментируешь по работам и по человекам. У тебя юнит анализа, здесь либо работ, либо граф работы. А что в данном случае будет работать? Вот смотри, вот даже в проведенных сегментах, ведь поверхностно кажется, что это просто получить визу. Ну вот, конечная наша работа, поехать, даже так, поехать куда-то там или сделать что-то там, где куда-то едешь. Воскорневая джаба это куда-то поехать, а работа ниже уровнем, за которую ты конкурируешь, это получить визу, чтобы поехать. Но смотри, это получить визу очень широко, неконкретно. Ты не можешь делать продукт для всех, ты не сможешь создать такую ценность для всех, так, чтобы все смотрели, ты говоришь, о, это продукт Юра Гейва, вообще лучший способ получить визу. Тебе нужно заужаться, потому что ресурсы конечны, и ты на те ресурсы, которые у тебя есть, ты можешь создать какую-то ценность для не очень больших сегментов. Обычно, чем меньше ресурсов, тем меньше ценности для меньших сегментов ты можешь создать. И у тебя реальные сегменты, скорее всего, будут звучать следующим образом. Когда через три месяца конференция, вот я могу рассказать свой джок, через три месяца конференция в Португалии, на которой будет много моих друзей, знакомых. У меня нет шенгена, я живу в Сербии, и я знаю, что для шенгена нужно потратить очень много усилий, в том числе показывать движение по местной карте и так далее, и у меня много работы. Хочу получить шенген с минимальными усилиями, и мне не нужна гарантия, но я хочу, чтобы мне четко сказали, получится или не получится, если получится, то вот такие деньги. Чтобы съездить на конференцию, получить знания, потусить с друзьями, посмотреть Португалию, потому что мы в нее давно хотим приехать. У тебя вот эта формулировка джабы очень далека от просто получить визу. Да. Продукт, который тебе дает визу, он, скорее всего, не сработает для меня, живущего в Сербии. Например, ты мог не знать, что люди живут в Сербии, что у них бывает мало времени, и они не готовы тратить много усилий. И ты изначально думал только, ну вот я дам методичку. Они эту методичку прочитают и сами сделают. Нет, для меня эта методичка не подойдет. И вот ты знаешь набор сегментов, квалифицирующихся по джабе, либо это уже как бы вышаг по кусочку графа работ, но про это можно отдельно поговорить. И у тебя есть решение всегда, доминирующее решение для этой работы, потому что ты как продукт можешь быть интересен только в контексте сравнения с текущим решением. То есть уже есть какое-то решение, которое закрывает эту работу. Да, решение на эту работу я нанимаю с самого себя это все делать. И мне хреново с этим решением. У меня мало времени. Я не люблю этим заниматься, это мне не прикольно. И, например, ты узнал много сегментов, и дальше у тебя есть базовая логика выбора сегмента. Тебе интереснее сегменты с большим количеством людей, которые выполняют эту работу, для которых эта работа важнее относительно других сегментов. Ну, потому что есть люди, которые, типа, ну, было бы классно, конечно, съездить на конференцию, но вообще, как бы, я не пострадаю. А бывают люди, которые такие, блин, там будет инвестор, отстреча с которым зависит все мое будущее. Второй тебе базовая интереснее, потому что он с большей вероятностью, в принципе, выполнит работу, вследствие заплатит тебе деньги. Сегмент с большим количеством людей, с более важной работой. Люди, которые выполняют эту работу чаще, потому что на привлечение одного человека, который у тебя получит 6 шенгенов за следующие 3 года, ты получишь больше маржу, чем на привлечение одного клиента, который получит 1 полугодовый шенген, и потом никогда к тебе не вернется. И которые менее удовлетворены с текущим решением. Чем меньше удовлетворен человек с текущим решением, тем с большей готовностью он готов менять текущее решение на новое, и с большей готовностью готов сам проактивно искать решение. То есть это базовая логика. Больше, больше сегмент, более важное, больше денег платят, чаще платят, чаще выполняют работу и менее удовлетворены. И это все логика уже через бизнес-перспективу для тебя как основателя. Потому что тебе нужно принять инвестиционные решения, за какой сегмент, каким продуктом я конкурирую. А бизнес-потенциал у тебя в том, что ты те деньги, которые у тебя есть, проинвестируешь так, чтобы ты получил максимальный возврат инвестиций и с наибольшей вероятностью получить этот возврат инвестиций, то есть с минимальными рисками. И вот это то, что ты умножаешь размер на важность, денежность, частотность и на неудовлетворенность, это у тебя просто алгоритм выбора более привлекательного сегмента. Так что ты проинвестируешь деньги в создание ценностей, и ты с наибольшей вероятностью получишь возврат инвестиций, и он будет максимальный. И у тебя это как бы уже бизнес-потенциал здесь появляется. И вот если посмотреть на мегаграф всех работ всех людей, то у тебя бизнес-потенциалы такие, знаешь, я представляю, как точки такого энергетического потенциала, куда можно пойти с моими деньгами. Вот если сюда проинвестирую, не знаю, получу 10 миллионов рублей, сюда проинвестирую, получу 100 миллионов. Могу получить 100 миллионов рублей. Этот бизнес-потенциал появляется всегда. Это не статичная какая-то штука, это не конечная штука, но это бесконечное поле возможностей. Нам нужно их... Типа, ты сейчас говоришь, я визуализировал такой огроменный граф, но он очень разветвленный, просто, знаешь, такие либо яркие зоны этого графа, либо обведенные кругами области какие-то. Да-да-да, так и происходит. Мы нашими продуктами, на самом деле, именно это постоянно ищем, и за это постоянно конкурируем. И там, где мы как бы правильно нашли, увидели и реализовали, и продали, и не сломались по пути, это как раз то, где мы делаем выручку и прибыль. Итого, вот ты как бы нашел эту джобу, ты высокоуровнево понимаешь, что ну вот Ване нужно дать человека, который за него все сделает. И с Ваней можно побольше денег взять, потому что он занятой, он зарабатывает деньги, и для него поездка на конференции – это новые будущие деньги, поэтому можно взять всего, не знаю, тысячу долларов, например. Но дальше у тебя еще нет ответа на вопрос, точный и в деталях, о чем, собственно, Ване нужно. Это как бы человек должен быть на месте или удаленный. А с какими документами, Ване, нужно помогать? А как нужно помогать? А у Вани есть счет, нет счета? А у Вани есть, не знаю, прошлые шенгены? У него есть биометрия прошлых шенгенов? У тебя есть куча разных деталей. И это тоже территория создания ценности, потому что если ты, например, этого всего не будешь знать, и ты не будешь выполнять эту джобу, высокорневую, настолько просто, удобно, а что только просто, удобно, тоже и выходит из графа, тебе сегмент скажет, типа, ну, молодцы, но мне неинтересно, я лучше сам это сделаю. И здесь тебе нужно снова взять этих людей уже из выбранного сегмента. То есть у тебя на этапе выбора сегмента у тебя было многообразие сегментов, качественно изучаем, количество валидируем, ранжируем. После этого ты говоришь, я за тебя и за тебя конкурирую. Ты нарекаешь эти сегменты целевыми, аналог целевой аудитории. И после этого тебе нужно знать, о какой, собственно, ценностью за эти сегменты точно конкурируют. Есть выскурневое понимание, что вот нужен человек, но у тебя нет точного алгоритма, у тебя нет полного описания продукта. Для того, чтобы, собственно, продуктовые требования составить, чтобы понимать, какую ценность курьера, тебе нужно изучить граф работ ниже уровнем именно у этих людей с такой работой. Ты приходишь к Ване с такой же работой и расскажешь, просядешь, скажешь, слушай, расскажи в деталях, по шагам, как ты в прошлый раз получал шенген, что ты делал. И ты узнаешь, что человек рассказывает, набор действий, за действием скрывается работа, и ты узнаешь граф работ ниже уровня. 5, 10, 15, 20 работ, в зависимости от того, как хорошо ты проводишь джобс-рит-антервью и какой гранулярности информации ты достаешь. И, собственно, дальше у тебя появляется возможность принимать решение, за какой кусочек графа я конкурирую здесь. Потому что в первой версии ты, например, скажешь, ой, все, я как-то, например, не смогу взять, но вот я могу взять тебе помочь со счетом. Я запартнерюсь с банком, и вот мы тебе дадим такой счет с такими, не знаю, транзакциями, справками, отчетами. Сразу мы тебе спишем налоги, что на выходе у тебя будет справка, которую все консулы принимают. Или ты говоришь, мы тебе подготовим документы. То есть ты, из графа работ ниже уровня, говоришь, мы за вот эти, вот эти, вот эти джобы поконкурируем, сделаем тебе ценнее решение, чем если ты делаешь сам. И дальше появляется вопрос, а, собственно, где ценность в этом преобразовании графа? И тут появляется много механик создания ценности, где, например, базовые механики, это попасть в ожидание, выполнить базовые качества. Например, человек ждет, что мы им подготовим документы, и мы готовим документы. Мы не лажаем, мы не ошибаемся по пути, мы не требуем у тебя экстра работы. Например, вот была работа, она выполнялась, но перестала. Например, я получал шенген раньше в прошлом, а теперь не могу получить в принципе. И выполнить работу, которая раньше выполнялась, но перестала, это суперценно. И вот таких механик, я вижу сейчас 17, а базовая механика, это убийство низкоурневой работы. Это когда выполняешь работу выше уровнем, за меньший набор работ ниже уровнем, относительно конкурирующего решения, или относительно прошлой версии твоего решения. Слушай, а вот тут интересно, сори, что я перебиваю, Иван, просмотри, вот как раз, может быть, хочется вот здесь это в примере, за меньшее количество уточнить, потому что оно может измеряться во времени, оно может измеряться в деньгах, в объеме работ и прочем. Вот особенно, сейчас перескочу в B2B немного, но, короче, вот эта продажа истории того, что тебе это займет меньше времени, оно зачастую вызывает сложность, потому что времени у нас, типа, abundance, нам все равно за это платят. Вот, короче, чтобы вот эта ценность при сокращении работы, она, в принципе, еще потранслировалась как-то. Давай я доведу пример, а потом мы про это поговорим. Давай. Например, мне нужен такой банк с такими транзакциями, с такой выпиской, что консул, не знаю, Испании, посмотрит, скажет, супер, я тебе даю шенген. И текущее решение, что я сам иду ножками в банк, стою в очереди, открываю счет, потом через день я прихожу, кладу деньги, потому что в тот же день нельзя принести, положить деньги. Потом через два дня я прихожу, забирая карточку. И потом я делаю транзакции, потом прихожу ногами в офис, прошу справочку. Это реальный банк в Сербии, который открывает русским, и по-другому никак проще не бывает. Все это делаю, и потом ногами прихожу справочкой. И ты, как конкурирующий решение, ты приходишь к какому-нибудь банку и говоришь, что, чуваки, тут много русских, им нужны справки для открытия ВНЖ, справки для ВИЗ, а давайте я вам привлеку этот сегмент, а вы мне вот это доделаете. И ты в итоге предлагаешь мне решение, где ко мне приезжает курьер, я подписываю документы, он сразу мне выдает неименную карту, сразу курьеру передаю деньги, 4 тысячи евро, потом я делаю транзакции с этих 4 тысяч евро, а потом я нажимаю кнопку в приложении «Привезите, привезите мне справку», мне приезжает справка курьером. Та же самая воскурневая работа с твоим решением выполняется за кратно меньшее количество костов, но эти косты, это как бы очень воскурневая логика. За счет чего снижаются косты? За счет того, что я не трачу косты на кучу работ ниже уровня, чтобы приехать в банк, приехать в банк, приехать в банк, разбираться, выполнять деньги и так далее. Это, собственно, то, что все сделали, все на его банке, что сделал Тинькофф, например. В чем ценность? Что ты никуда не едешь, к тебе банк приезжает. И это убийство работ. Но убийство работ человек понимает и ценит, когда ему есть чем сравнивать. А, понял. То есть, короче, если человек не знает, что может быть иначе, то он такой... Да, он такой, ну, такова жизнь, такова судьба, что... Есть у нас Excel, и все, да, или банк тоже опять. Да. А когда к нему приезжает новый банк и говорит, слушай, братан, тебе никуда не надо ехать, мы все за тебя сделаем, ты такой, во, что, серьезно? И что люди, как это люди называют? Вот это вот как за меньшее количество работ? Как они называют? Ну, типа, новый способ что-то делать. И вот я тебе предлагаю, тебе никуда не нужно ехать, вот я к тебе приеду. Я говорю, тебе это как? Сервис, это охрененно, что... Люди обычно называют это удобно. Да, да. Это просто. Вот это вот удобно и просто является ничем иным, как убийством работ. Так, опять же, звучит логично, звучит просто. И вообще весь JobStabbyDance звучит просто. Да, и дальше, смотри, вот ты узнал граф работ ниже уровня, и ты выбираешь, для каких работ ниже уровня ты можешь делать значимо ценнее решение. Где значимо ценнее, это применение набора механик. В первую очередь, выполнить работы, выполнить в ожиданиях, убийство работы, когда мы выполняем ту же самую скорую работу за меньшую количество работ ниже уровнем. Например, выполнить следующую работу, потому что, например, после Шенгена, после подготовки документа тебе нужно поехать в визовый центр, например. Если ты готовил документы с нами, то у тебя прям следующая работа, это уже поехать в визовый центр, и ты нанимаешь сам себя. Мы тебе как бы в прошлой версии даем пакет документов, ты забираешь, и уже сам являешься решением. А есть механика, и следующая работа тоже в себя забрать. И сказать, смотри, братан, мы сами за тебя все отвезем, тебе никуда не надо ехать. И там таких механик очень много. Например, связать с большим количеством скорую работу, добавить связи со статусом, добавить плюс одну работу, это то, что мы называем фичой, вырастить качество выполнения работы, снизить косты, например, снизить стоимость, коммуницировать, что мы выполняем скорую работу, пробуждать спящие работы. Ну, короче, их там очень много, этих механик. И ты, применяя все эти механики, создаешь такую ценность, потом ты эту ценность упаковываешь, опять же, ценность упаковывается на языке Джобстомедана, приходишь к людям, которые сами готовили пакет документов, когда им нужно было срочно куда-то поехать, они заняты и не хотят это делать. И говоришь, братан, то же самое, штука баксов, вообще ничего не нужно делать, мы с тебя откроем счет, сами подготовим документы, сами с тебя съедем в визовый центр, тебе нужно будет один раз приехать, поставить отпечатки пальцев. Все. Если не получится, вернем тебе деньги. Ну, звучит очень удобно, должен сказать. Я купил. Дальше, конечно, вопрос, не все из этого возможно сделать. невозможно приехать в визовый центр за человеком, какую бы доверенность ты ни принесал. Да, там по месту жительства, а не по месту, да, ну, в общем, да, всякие штуки. Да-да-да, банки, например, ну, не готовы идти, такие, нет, Юра, мы тебе не верим, мы не верим, что много русских, мы не готовы инвестировать много денег, чтобы вот так что-то там сильно доработать. У тебя всегда накладываются ограничения, и вот задача как раз предпринимателя Слэш Продакта, это вот во всем этом бесконечном мегаграфе бизнес-возможностей на наши ресурсы, технологии, компетенции. На пересечении, да. Что все остальные риски нас не убьют, и мы все-таки создадим такую ценность. Знаешь, что я еще подумал? Ведь получается, что и у человека, который пытается создать ценность, да, тот же самый, не знаю, проект на базе визы, у него тоже свой граф работы. Конечно. И это еще один важный инсайт тренинга, что у тебя бизнес-цели, это есть бизнес-джобы, и у тебя есть такие же механики создания ценности для бизнеса, когда те же самые бизнес-джобы выполняешь за меньшее количество костов. И вообще бизнес создает бизнес-ценность, создавая ценность для клиентов. Я всегда абсолютно любую продукцию создаю. Я узнал джобы клиента, выбрал, за какие джобы какую ценность конкурирую, и всегда автоматически рядышком пишу мои бизнес-джобы, бизнес-джобы моего продукта. Такими решениями я мои бизнес-джобы выполню эффективнее. То есть это открывает для тебя как раз пространство выбора. Ну, опять же, если упрощать, то необязательно пилить продукт, можно вообще просто нанять человека, который будет просто это делать, а мы потом запилим продукт, ну, или там просто заявки на лендинге собирать, это тоже нормально. В чем отличие от здравого смысла? Просто вот то, что ты говоришь, это звучит как здравый смысл. Прям, да? То есть только структурировал. Слушай, пока я это не структурировал, этот здравый смысл нигде не был описан. Не было алгоритма. Как бы в итоге это звучит очень, сука, просто. Да. Настолько просто, что мне сейчас уже приходят люди на тренинг, и такие, ну, это очень просто. Типа, серьезно, это как бы методология. Но для того, чтобы к этой простоте прийти, сука, потребовалось несколько тысяч часов ресерча, перебора, чтобы прийти к простому алгоритму. Я не знаю, как так получается, но эта мощь, вся мощь Джобс-Ведана выходит из очень простого алгоритма, на самом деле. Ну, и смотри, со здравым смыслом есть еще какая-то сложность. Типа, вот есть фраза «нормально дело, нормально будет». Ну, правда, «нормально делаешь, нормально будет», но непонятно, что как конкретно делать нормально. Вот у меня есть мой продукт. Что делать-то? Куда смотреть? Какие кнопки нажимать? Ко мне пришел стейкхолдер и говорит, что мы не растем. Что делать? А из этой системы у тебя алгоритм действий для решения твоих беззадач, ну, типа, рост среднего чека выходит просто на раз-два-три. Например, у тебя есть существующий продукт, у тебя клиенты приходят, у тебя позитивная экономика, ответ на твой вопрос, как, за счет чего расти средний чек, оно тоже кроется в графе. Нужно знать, куда смотреть в этом графе. Потому что, например, тебе доступны один из механик. Ты продаешь, например, хайкинг. Все хорошо, водите людей. А если ты начнешь коммуницировать, что ты не просто хайкинг, а ты еще про здоровье, про уединение с природой, а вот исследование, что ты когда на природе ты излечиваешь свои травмы, а еще ты узнаешь про страну, в которую ты идешь, вот у тебя растет ценность. И ты за рост ценности, субъективное восприятие ценности уже можешь брать больше денег. Но продукт при этом не изменился, получается, да? То есть ты увеличивал средний чек за счет изменения? Да, да, да. Чисто за счет коммуникации. Дальше ты можешь по факту создать ценность, выполняя дополнительно больше вскорных работ или связывая с глубинными потребностями. Например, ты можешь сделать глубокое знакомство со всеми участниками. Ты можешь сделать так, что человек по факту может найти друзей. А еще ты можешь сделать это языком статуса, что мы покорили все вершины Черногории. Ачивочка. И потом ты эту ачивочку можешь вложить в фоточку в Инстаграм. Можно за это побольше денег попросить? Да, да, да. А ты можешь сместиться в другой сегмент. Ты можешь сказать в жопу этих айтишников, я на самом деле пойду в инвесторов. В инвесторов как-то побольше денег. Да, их меньше, но у них с хайкинга можно не 100 евро взять, а полторы тысячи евро. Да, им потребуется, чтобы за них несли вещи, да, чтобы за них раздавали костер, чтобы с ними еще шел какой-нибудь профессор, а не просто гид. Ну вот у тебя вышел средний чек. Ты можешь сместиться в премиум, ты можешь выполнять следующую работу. Например, в хайкинге человек приезжает, например, на автобус, автобус его довозит до хайкинга, возвращает назад, а следующая работа добраться до дома. А давай мы тебя из дома будем забирать или к дому возвращать. И вот у тебя все твои бизнес-задачи, они решаются каким-то преобразованием графа. Тебе нужно куда-то посмотреть. Ну, тебе нужно знать, куда смотреть. Да. То есть у тебя весь этот граф и всех вот этих простых правил преобразования, на самом деле, все эти правила преобразования выходят из вектора, оптимизационного вектора мозга, что я хочу те же самые джобы или больше джобов выполнять за меньшее количество костов. И вот этот как бы вектор, он накладывается на наш продукт, на то, за какую кусочек графа мы уже конкурируем, за то, какие решения сейчас нанимают, как выглядят эти графы. И вот ты каждый раз для каждой беззадачки кое-куда в этом графе какие-то кнопки можешь нажимать. Снова вспомним про B2B там в целом, да, в процессе принятия решений. Вот есть LPR, есть конечный пользователь, может быть, еще там какая-то про свой. Короче, там, получается, у каждого свои собственные графы. Только передвижение батриц какое-то. Да. А еще очень интересно, что у LPR-ов есть личные работы. И мой главный инсайд прошлого года, я в прошлом году ресерчил B2B, как же на B2B накладывается. Там базово все то же самое, но для LPR-ов, особенно если фаундер уже отошел от активного управления компанией, то у тебя 90% мотивации о покупке какого-то решения это личные джобы, а не рабочие джобы. Личные джобы LPR-а. Да, сейчас расскажу. Например, Федя Киреев рассказывал о кейс, у него есть продукт HotBot. Это сервис для апселла услуг отеля. И он делал Jobstown Research и узнал, что HotBot нанимают коммерческие директора отелей для того, чтобы получить кейс, что вот я что-то поделал, у меня вырос средний чек посетителя, и для этого я хочу получить повышение, больше ответственности и премию. И главное, почему покупает коммерческий директор, чтобы получить больше ответственности и повышение премию. А бизнес-джоба увеличить средний чек, это как бы канва, в рамках которой человек реализовывает свои личные джобы. ЛПР вырезовывает свои личные джобы. Блин, интересно. Знаешь, просто вот вспоминаю свое B2B-прошлое, получается, вот эти все посиделки на выставках, караоке и прочих вещах, они во многом про идентификацию этих личных задач, ЛПРов и ее решения. Интересно. Неосознанное построение графа. Ну, еще один важный мой инсайт прошлого года, что в B2B ценность продукта играет меньшую роль, чем хорошо продуманный и работающий процесс продаж, потому что у тебя в процессе продаж, видимо, очень много как раз личных джоб выполняется продажниками и сотрудниками твоей компании, что ты уваживаешь статус, что ты облизываешь клиента, что вот вы такой важный для нас, вы такой ценный для нас, вот мы так вас слышим, принимаем, уважаем. Продукт играет роль, но уже не... Если в B2C он доминирующую роль играет, то в B2B он может играть вторую роль, в смысле, не первичную. Ну да, так как человек принимает решение, то решение его личных задач, то вот и все. Но да, действительно, если у тебя сложный продукт сложно продается, то тебе нужно знать джобы бизнеса, личные джобы ЛПРА, бизнес, личные джобы ЛВРА, бизнес, личные джобы людей, которые могут заблокировать тебе сделку. В этом сложность создания B2B продуктов, что тебе нужно знать джобы всего этого хоровода. И принимать их внимание. Это то, как все это устроено в головах людей. И тут, безусловно, есть суперважная перспектива. Для нас, людей, создающие продукты, для нас первичные являются бизнес-цели. Тоже мой один из ключевых инсайтов. Сейчас у меня 12-я версия тренинга. Один из ключевых инсайтов 12-й версии тренинга, что мы всегда начинаем с бизнес-задачи. Мы хотим найти сегмент для нового продукта или поднять средний чек, или увеличить возвращаемость, снизить отвал, поднять средний чек, найти точку роста. Давай, алгоритм полный. Бизнес-цель first. Для этой бизнес-цели ты смотришь, какие механики преобразования графа теоретически могут твою бизнес-цель выполнить. Вот я сейчас перечислил тебе пример для роста среднего чека. Вот давай, например, для роста возвращаемости. Ты можешь пробуждать спящие частотные работы, ты можешь выполнять следующую работу, ты можешь залочить какую-то уникальную ценность на тебя, сместиться в другой более частотный сегмент, ну и там еще пачка механик. Ну, соответственно, выполнить плюс одну важную частотную джобу. Эти все механики, они говорят, где в графе твоих текущих клиентов или новых клиентов, к которым ты не привлекаешь, может находиться ответ решения твоей бизнес-задачи. Например, можно поискать более частотный сегмент. Например, можно поискать еще важную частотную джобу твоих текущих клиентов, за которые они ходят конкурентом. Они к тебе. И эти механики, они говорят, смотри, вот есть мегаграф, и вот теоретически вот в этих кусочках мегаграфа может лежать решение твоей бизнес-задачи. Потом у тебя третий этап, собственно, касс-дев. Ты узнаешь сначала качественно, как это все устроено, количество валидируешь, ранжируешь. И на четвертом этапе ты эти механики накладываешь, есть работа важных частотных, которые мы можем выполнить, есть действительно более частотный сегмент, и есть, например, спящая работа, которую мы можем пробудить, и там может быть очень много частотного использования. И дальше тебе нужно выбрать, какая из этих гипотез имеет наибольший бизнес-потенциал для тебя. Я сейчас ранжирую по Райсу, где для импакта, критерий импакта, оценки импакта для каждой задачи свой. Например, для возвращаемости это мы шкалируем все гипотезы, где 10, это максимальный рост возвращаемости, который нам какая-то из гипотез может дать. Либо там, не знаю, какой-то самый максимальный порог роста возвращаемости, который мы можем себе представить, какой-то из гипотез. Как обычно, шкалируем эти гипотезы, и вот на выходе у тебя эти гипотезы значительно полнее и точнее, чем любая идея, которая тебе придет в душе вне этого графа. В процессе мы совершаем ошибки, в процессе мы переходим из состояния, что мы не знаем граф, узнаем граф, в процессе узнавания графа совершаем ошибки, как это узнавать, как это структурировать, выбирать, аранжировать, на самом деле еще люди привыкают к текущему решению, у людей есть еще барьеры к текущему решению, у людей есть на самом деле еще барьеры к выполнению работы, может, они боятся, что у них не получится. Короче, еще какое-то количество нюансов насаживается, но самое основное, что определяет, собственно, как продукты делать, я тебе рассказал. Класс. Я опять попробовал это перевожить на себя и подумал, что построение собственного графа работ, как-то, знаешь, тоже такое выведение в осознанность того, что я пытаюсь сейчас сделать и зачем, еще одно такое приложение. Ну, короче, потому что ты можешь не понимать, какой работой ты делаешь. Почему у тебя блокируется это действие сейчас? Потому что ты не видишь дальнейшую работу, для которого это делается, и наоборот, те работы, которые еще там предстоит сделать внизу. Короче, интересно, очень классно. Да, у меня появилась теория, что на самом деле граф работ также объясняет мотивацию любого человека к любым абсолютно действиям. Ну, например, я заметил, что со мной делает коуч по написанию книги. Она говорит, ты хочешь написать книгу? И дальше она просто брала и склеила джобу написания книг, помогала мне самому склеить джобу написания книг с большим количеством работ в выше уровнем. Я такой, так вот мне зачем писать книгу. Мотивация увеличилась, она ничего нового не сделала. Она не сделала ничего выдающегося вне этого графа. В принципе, граф-то проявился в каком-то смысле. Граф проявился. Это ценно, безусловно, но это та же самая механика, которая нам доступна при создании продукта. Здорово. Вань, спасибо тебе большое за классную беседу. Кайф. На мой взгляд, эта металлогия, я когда же работал продуктом, я постоянно был фрустрирован, что я понимаю, как делал продукт, что это за х**ня, как оно все работает, что это за система. И в итоге все мои решения, они имели под собой много сомнений и тревог, ну, потому что не было основы. И для меня очень ценно делиться сейчас этой методологией, потому что она дает ясность, четкость, понятность. Это как бы глубинная структура, из которой все вылезает. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей эту штуку узнали и начали использовать. Мы работаем над этим. Спасибо, что делишься. Работаем. Пока-пока. Кайф. Спасибо, что позвал. Это был 310-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Ивана Замесина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok